Здравствуйте! Продолжаем изучать курс клинической кибернетики. Это, наверное, последняя лекция в этом семестре, девятая лекция. Она будет посвящена диагностическому процессу в клинике на основе доказательной медицины. То есть вопросы управления, диагностикой с точки зрения доказательной медицины. Итак, основные типы ситуаций, требующих принятия клинических решений, это вы хорошо знаете, это диагностика, профилактика, прогноз, терапия, оценка риска и вреда. Научно обоснованная медицинская практика ориентирована прежде всего на следующее положение. В большинстве клинических ситуациях диагноз, прогноз и результаты лечения отдельного больного неопределены и по этому должны выражаться через вероятности. В клинических наблюдениях заложены предвзятости и систематические ошибки. Любые исследования, включая клинические подверженные влияния случайности. Клиницисты должны полагаться на наблюдения, основанные на твердых научных принципах, включающие способы уменьшения предвзятости и оценку роли случайности. Сбор данных при этом о больном, включают в себя следующие ситуации. Это мы еще раз быстренько пробежались по предыдущим слайдам. Итак, вначале данные собираются. Затем происходит анализ. Анализ осуществляется, причем в сравнении с некоторыми нормами, вы знаете, норм бывает несколько, индивидуальная, для популяции, для полуопределенного, для возраста и так далее. Изучается динамика, дальше формируется предварительный диагноз, согласно ему дополнительно собираются данные о больном. И, наконец, окончательный или клинический диагноз формируется. Так, типы клинических данных. Тоже хорошо, вы знаете, это качественные, порядковые и количественные. Качественные данные или nominal data, это величины, которых нельзя расположить в естественном порядке. Например, в таких данных служат характеристики пациента, определяющие малым числом генов, тканевые гены, пол, врожденные нарушения, метаболизм. Или дискретные события, такие как смерть, гемодиализм, хирургическое вмешательство. Качественные данные, которые могут быть отнесены только к двум категориям присутствия или отсутствия, да или нет, живы или умер, и называются такого типа данные дихотомические. Иногда их еще называют буглинами, да, поскольку да или нет, это, в общем-то, логические перемены. Порядковые данные. Порядковые данные – это величины, которые могут быть расположены в естественном порядке или ранжированы, например, от малого до большого или от хорошего до плохого. Но размеры твала между ними, такими категориями, не может быть выраженным количественными мерами. Например, это отеки, градация сердечных шумов в больной системе, ну и другие. Количественные данные. Это больше работают у нас технари, если медики с качествами гуманитарии, то здесь работают больше технари и, собственно говоря, сама доказательная медицина. Итак, это такие величины, которым присущи естественный порядок расположения с равными интервалами между последовательными значениями, независимо от их места на шкале. Количественные данные могут быть непрерывными и дискретные. Непрерывные данные могут принимать любое значение на непрерывной шкале. В качестве примера можно привести большинство биохимических показателей крови, масса тела, кровяное давление и так далее. Дискретные данные всегда выражаются целыми числами, ну или, по крайней мере, приведенные к этим числам. То есть они дискретны, они не имеют промежуточных значений между собой. Примеры дискретных данных это, например, количество беременности, число рождения живых младенцев, число служащих припадков у больного в месяц, количество койкомест и тому подобное. Достоверность измерений, она, собственно, оценивается, вернее, обеспечивается тремя способами. Первое. Метод измерения должен охватывать все аспекты изучаемого явления и ничего кроме них. Например, опросник конкретного вида. Дальше. Метод измерения должен отражать, в какой мере результаты отдельного теста согласоваться с другими оценками того же явления. Например, интенсивность боли, просьбы дать обезболивающие и так далее. И, наконец, метод измерения должен показывать, насколько предсказуемы были данные, полученные в ходе измерения. Например, можно проверить, соответствуют ли ответы на опросник по оценке боли явления, вызывающие боль и так далее. Воспроизводимость данных. Под восстановительностью понимается вероятность того, что при повторных измерениях некоего устойчивого явления, сделанных разными людьми и на разных приборах, в разное время и в разных местах, будет получен один и тот же результат. Вот если над техническими приборами, психотехническими какими-то элементами воспроизводимость еще достаточно часто встречается, практически мы ее можем легко обеспечить, то вот при работе с пациентами, с людским материалом, так сказать, в общем-то достаточно сложно. Тут и срабатывает стрела времени Пригожина и индивидуальный характер у каждого больного. Воспроизводимость лабораторных показателей устанавливается путем повторных измерений, например, на одном и том же образце сыворотки или ткани, производимым разными специалистами или на разных приборах. Воспроизводимость находок подтверждается, если их одинаково описывают разные наблюдатели при различных обстоятельствах. Здесь показано соотношение между воспроизводимостью и достоверностью. Соответственно, достоверность может быть высокая и низкая, воспроизводимость высокая и низкая и в этом случае таким образом вот у нас гистограмма наших анализов, наших исследований получается. То есть, самое, конечно, лучшее, если у нас воспроизводимость высокая, то у нас узкая гистограмма. Если воспроизводимость низкая, а достоверность достаточно высокая, она снижается и как бы расплывается, если у нас высокая воспроизводимость и низкая достоверность, мы смещаемся вправо и закон перестает быть нормальным, то когда у нас воспроизводимость низкая и достоверность низкая, мы тоже находимся в левой части, мало того, что снижается, но и нарушается закон распределения в целом, хотя внутри каждой зоны он, Ну, в общем-то, нормально. Вот здесь хорошо срабатывает так называемый закон малых и больших чисел. Инструментом может не позволять регистрировать очень низкие или очень малые высокие значения измеряемого параметра, ограничивая получаемую исследованную информацию. Например, допустим, метод измерения в северский уровне тереотропного гормона вначале не был пригоден для диагностики гипертериоза и тетрирования дозы теротоксина, поскольку не давал возможности определять низкие уровни. Между тем, опросник – шкала повседневной жизни и активности, с помощью которой оценивается способность пациента принимать пищу, не учитывает способность читать, писать или играть на фортепиано и т.д. То есть каждый опросник предназначен для своего класса. О этом мы уже тоже говорили. Способ реагировать на изменение измеряемого параметра. Например, шкала сердечно-недостаточной Нью-Йоркской ассоциации кардиологов имеет класса 61 до 4. Отсутствие симптомов. Симптомы при слабой и умеренной нагрузке, симптомы в покое. Не позволяет выявить незначительные изменения степени сердечно-недостаточной, которую ощущают сами больные, тогда как измерение концентрации БНП дает возможность определить даже незначительные изменения незамечаемым больным. Это больше к нашей отечественной школе. Интерпретированность. Недостаток оценочных шкал, используемых в вопросниках, заключается в том, что получаемые оценки, в отличие от результата физикального исследования, не всегда понятны врачам. Например, хорошо или плохо имеется 72 ла по шкале депрессии и замка. Для того, чтобы преодолеть этот недостаток, исследователи привязывают значение шкалы к знакомым явлениям, к типовым явлениям, указывая этот вал ниже или выше определенной нормы и так далее. Вариации. Результаты клинических измерений одного и того же явления могут быть распределены в некотором диапазоне значений в зависимости от условий проведения этих измерений. Для того, чтобы избежать ошибочных выводов из таких результатов, врач должен учитывать возможные причины их вариаций в конкретной ситуации и знать вклад каждой из этих причин в общую вариацию. Общая вариация – это сумма вариаций, связанных с процессами измерения, биологическими изменениями, происходящими в организме в течение времени и биологическими различиями между разными индивидуумами. Источники вариации. Это метод измерения, конечно, инструменты самонаблюдателей, биологические причины. Они колеблются и развиваются в пределах одного индивидуума между индивидуумами. При этом следует отметить, что большое влияние на источники вариации являются как средства измерения, так и лица, производящие измерения. Их, собственно говоря, грамотность, специализированность. Изменения в организме в зависимости от времени и внешних условий и биологическое развитие между индивидуумами, о чем мы уже говорили. Различает центральную тенденцию. Она бывает, характеризуется средним значением, медианой и модой. Средняя это сумма полученных значений, деленная на число наблюдений. Медиана точки, по обе стороны которой находится равное число наблюдений. Наконец, моды это наиболее часто встречаемое значение. Это классические определения. Вы с ними сталкивались, когда изучали теорию вероятности. Какие преимущества? В среднем удобно для математической обработки. Медиана не подвержена влиянию крайних значений. И, наконец, мода проста для понимания. Заметим, что при нормальном законе распределения эти три показателя, три характеристики совпадают. Какие недостатки? У среднего она сильно зависит от крайних значений, малых и больших. Медиана не слишком удобна для математической обработки. И мода может отсутствовать, если у нас не присутствует нормальный закон распределения. И иногда мод бывает несколько, когда у нас есть такие горбики возникают в гистограмме. К характеристикам России мне также относятся стандартные отклонения, диапазон значений и процентали, децили, квартели и так далее. Диапазон значений. Это от минимального до максимального. Он охватывает все значения. Сильно подвержен влиянию опять крайних значений, которые могут выступать в качестве артефактов. Стандартное отклонение. Это абсолютная величина среднего арифметического отклонения, недовольное от среднего значения. Классическое определение. Оно удобно для математической обработки, легко находится. Для негауссовского ненормального распределения описывает только известную долю наблюдений. И не всегда пригодно для описания негауссовских распределений, ненормального распределения. И, наконец, процентали, децили и так далее. Они характеризуют необычность значения, независимо от типа распределений. Они неудобны для статистических расчетов, поскольку всегда возникает вопрос, какие квантеры мы будем рассматривать за доминирующие, или наоборот, в какой пропорции они будут распределять всю выборку. Ну, а что под ним проразумевается, доля наблюдений, находящихся в определенной части распределения. Вот я вам уже говорил, что здесь немножко волонтаристский закон. То есть, какой части распределения, на основании чего мы построили. Вот здесь показано, как в случае отсутствия нормального распределения, моды медиана и средняя величина будут, в общем-то, кардинальным образом отличаться. Особенно моды. Это так называемое бета-распределение. Нормальное распределение. Вспомню, что нормальное присоединение к клинической медицине зависит от возраста. Это азот, мочевина, например, и так далее. То есть, вот ее характеристики, да, которые вы изучали. Отклонения. 2-сигма, 1-сигма и 3-сигма. И вот губики. Они соответствуют, и смещения, они соответствуют, и характеризуются симметрией и смещения. Между тем, многие отмечают, что нормальное распределение, с которым работает медицинская статистика, достаточно поверхностно напоминает его. Ну, просто удобно работать. Вот известный Гулер Эмбак. Кэммер когда-то сказали так. Согласно экспериментальным данным для большинства физиологических переменных, частотное распределение представляет собой гладкие, не модальные, асимметричные, повторяю, асимметричные кривые. Причем площадь под кривой, ограниченная средней величиной плюс-минус 2-сигма, не включает желаемые 95%. Математически, статистически или каких-то других теорем, которые позволили бы нам предсказать форму распределения результатов физиологических измерений, не существует. Мы будем дальше говорить о доказательной медицине. А этой фразы мы сразу сказали, где ограничиваются ее возможности. Ну вот, показано, как нормально, как она в реальности распределена. Если вот здесь у нас еще присутствует какое-то нормальное распределение, здесь мы немножко подобны, то есть явное смущение в бета- и гомо-распределении. Ну, точно так же распределение генов, похожие формы, они не являются нормальными. А вот это уже смещение к среднему, здесь у нас обследование операций, пациенты с высокими значениями показателями, с низкими, в общем-то имеется некоторое смещение нормальное, но не так выраженное. Как же интерпретируются данные с точки зрения доказательной медицины? Итак, на первом этапе осуществляется упрощение данных, дальше осуществляется диагностическая проверка эффективности теста, ценность симптома, находится в так называемой диагностической чувствительности, специфичности и прогностической оценности, иногда ее называют диагностическая точность или диагностическая эффективность. Ну а дальше оценивается динамика состояния пациента. Упрощение данных, как осуществляется? Итак, мы говорили о том с вами, что клинические показатели, включая данные, бывают трех типов, качественные, порядки и количества. И независимо от характера данных, клиницисты обычно приводят их к более простой форме, чтобы им было легче оперировать. Как правило, это порядковые или количественные. Но медики иногда бывают качественные, то есть хуже, лучше и так далее. В Евангелии от Матвея, я вам напомню, говорится о том, что ключевая проблема интерпретации разделит нормы патологии. А там изучают, от хадис и вегрис овес. Истина посредине. Определение статистических методов того, что есть норма, является вообще принятым. Однако, если все значения, находящиеся за произвольным статистическим пределом, например, 95%, рассматриваются как патологические, то распространенность болезни должна быть одинаковой и составлять 5%. Не существует соответствия между степенью статистической необычности и болезнью вовсе. Риск заболевания коррелирует с показателями многих лабораторных тестов по всему диапазону их возможных значений снизу доверх. Для высоких нормальных и низких нормальных значений уровня холестерина, например, риск заболевания, различается примерно в 3 раза. То же самое касается и сахарного диабета. Определение статистическими методами того, что считается патологией, тоже является общепринятым, вроде как. Однако, процесс установления диагноза несовершенен. В итоге мы можем лишь предполагать, что диагноз верен, нежели утверждать это со всей определенностью. Еще Остер говорил, что медицина – это наука неопределенности и искусство вероятности. Существует так называемое понятие «золотого стандарта» – это оценка точности теста, которая основана на сравнении его результата с результатами некоторого точного способа определения болезни, то есть заслуживающего доверия показателями истины, так называемым «золотым стандартом». В действительности «золотой стандарт» тоже нельзя считать абсолютным. Для разума при восприятии окружающего, возможно, четыре ситуации. Явление существует и воспринимается так, как оно есть. Не существует и не воспринимается, существует, но не воспринимается, не существует, но кажется существующим. Правильно распознать каждый случай – задача достойна мудрецам. Здесь стандартная таблица, по которой мы оцениваем диагнозичную усилий, специфичность и эффективность. Ну, первое – это мы истинно-положительно делим на всю сумму, второе – истинно-отрицательно делим на всю сумму. И точность – это когда мы сумму истинно-положительных и истинно-отрицательных, она еще называется диагнозичной исключением, делим на сумму всех. Соответственно, эффективность всегда будет лежать между чувствительностью и специфичностью. Заметим, что если выборка болезни и теста одинакова по своей мощности, по своему количеству, она будет лежать ровно посредине, в противном случае будет смещена в ту или другую форму. Итак, специфичность – это, напомню вам, показатель частоты получения отрицательных результатов у лиц, не страдающих данной болезни. То есть, это истинно-отрицательный результат. Например, если специфичность 90%, это означает, что у 10 лиц, не страдающих данными заболеваниями, они будут всего-навсего расцениваться как больные. Дальше, чувствительность – это показатель частоты получения положительных результатов, имеющих данных заболеваний. То есть, истинно-положительных. Например, чувствительность оценки 90% предполагает, что 90% данных, наверное, будут признаны таковы. Ну, здесь расчетные формулы, как рассчитываются, специфичность, чувствительность, прогностическая оценность, но их названия российские и зарубежные, ну а также прогностическое отношение правдоподобия, ЛР и так далее. Все это может легко быть автоматизировано и интерпретировано. Ну, я не буду алгоритмически. Ну, здесь пример приведен на конкретных цифровом материале, потом вы можете остановиться и посмотреть внимательно. А мы пойдем дальше. Итак, чувствительный тест, то есть такой, который при наличии болезни обычно дает положительный результат, следует выбрать, если риск пропустить опасную, но излечимую болезнь, туберкулез, сифилис и другие. Чувствительные тесты рекомендуются на ранних стадиях диагностического поиска для сужения его рамок, когда возможных вариантов много, и диагностические тесты позволяют исключить некоторые из них, то есть делать вывод, что эти заболевания маловероятны. Для врача чувствительный тест особенно информативен в том случае, когда он дает отрицательный результат. И сейчас так называемый скринирующий тест. Ну, скрининг тест приведем. Он является максимально чувствительным и в высокоспецифичности. Однако данное заболевание встречается редко, поэтому даже при чувствительности 100% и специфичности почти такой же, прогностическое значение положительного анализа 10%. То есть 9 из 10 положительных тестов при проводении дополнительных исследований будут ложноположительными. Это заключение, ну, в общем-то оно вытекает из формулы, можете посмотреть, как оно образуется. Использование специфических тестов. Специфические тесты нужны для подтверждения, так называемого, и установления диагноза, предложенного на основании других данных. Высокоспецифический тест не должен дать положительный результат отсутствия заболевания. Он бывает редко ложноположительным. Высокоспецифичный тест особенно необходимо, если ложноположительный результат может нанести пациенту вред. Физически, эмоционально, финансово, психологически и так далее. Например, прежде чем назначать больному с излокачественным образованием химотерапию, сопряженную с риском осложнения, эмоциональной травмой и затратой средств, требуется морфологическое подтверждение диагноза, так как результаты менее специфичных тестов недостаточно. Специфичный тест диагностически наиболее эффективен, когда дает положительный результат. Ну, вот здесь приведено, как специфичность сочетается с чувствительностью. Тесты гипотетические. Здесь показано, как математик бы все это интерпретировал. То есть, вот здесь они у нас пересекаются. Ложно-положительные, ложно-отрицательные. И результаты обстоятельные. Соответственно, если у нас вот эти кривые не имеют нормального распределения, здесь мы не имеем такой красивой фигуры. Вот. И, в общем-то, достаточно сложно поймать вот эту вот зону. Это применяет некоторые механизмы, так называемой, нечеткой обработки данных. Или применения нечеткой логики. Посмотрим, что мы должны достигать при постановке диагноза. И автоматизации системы диагностических экспертных, которые осуществляются. Всегда нужно достигать компромисса между чувствительностью и специфичностью. Так называемая ROC, Receiver Operation Access Analysis. Он позволяет более объективно оценить диагностическую значимость отдельного теста. Позволяет провести сравнительную оценку нескольких тестов, в том числе и разнородных, проводимых для диагностики какого-либо заболевания. И определяет индивидуальный критерий каждого интерпретатора, который он использует, при оценке заданных тестов. Ну, вот показан, как глюкоза, например, через 2 часа после нагрузки, насколько чувствительно и специфично отражает диагностику сахарного диабета. Ну, вот это российская мера и другая мера, в смысле микрограммоля. Вот если у вас через 2 часа после нагрузки уровень сахара в крови больше 11, то специфичность достигает 100%, а чувствительность еще только 27,1. И наоборот, если у вас пониженный сахар, то есть, вернее, так сказать, приближен к норме, то у вас чувствительность высокая, а специфичность низкая. Вот это отражено на графике, вы хорошо видите. Диагностические критерии сахарного диабета и других гиперклимия, в общем-то, следующие, это вы тоже хорошо знаете, что натощак в цельной крови сахара не должен превышать 6,1 уровень, и в капиллярной через 2 часа после нагрузки больше 10, он желательно, чтобы не превышало, в капиллярной больше 11. В нарушенной толерантности натощак он не должен быть меньше 6,1. И через 2 часа после нагрузки больше 7,8, но до 11, да? Ну, что доходить. Нарушение гиперклимия натощак, то же самое, вот эти показатели, вы хорошо их видите. Но следует обратить внимание на отличие между капиллярной и венозной кровью и плазмой кровью. Штата обследования тысяч человек при разных уровнях. Здесь вот тоже показано, да? 5,6. То есть моля, это, в общем-то, у нас будет диабет маловероятен. Результат тестирования отсутствует у больших, ну, скажем, он может быть, а может не быть близкие факторы. А вот 7,5, они, в общем-то, вероятность того, что оно отсутствует, резко увеличивается. Факторы, определяющие чувствительность приспособить. В простейшем случае характеристики диагностического теста или экспертной системы могут быть оценены неточно по причине выбора неверного стандарта для сравнения. Это разброс характеристик пациента, в котором проводился тест. Систематическая ошибка при оценке характеристика теста присутствует, ну и, разумеется, случайная ошибка. Прогностическая ценность. Задача, состоящая перед врачом, заключается в том, чтобы, зная результат теста, сделать вывод, болен человек или нет. Вероятность наличия заболевания при условии известного результата теста называется прогностической ценностью. Прогностическая ценность положительного результата – это вероятность заболевания при положительном результате теста. И прогностическая ценность отрицательного результата – это вероятность отсутствия заболевания при отрицательном нормальном результате теста. Соответственно, формулы, по которым они определяются, по которым мы с вами немножко изучали в курсах, и вы тоже знакомились с других дисциплинах, еще будете рады. Прогностическая ценность иногда называют апостриорной или пастриорной вероятностью, то есть вероятность выявления болезней после того, как стали известны результаты теста. Здесь используются такие понятия, как прогностическая значимость, предсказательная значимость и диагностическая ценность. О диагностической ценности мы уже говорили. Факторы, которые определяют диагностическую ценность теста – это чувствительность, специфичная прогностическая значимость и распространенные заболевания. Распространенностью называется также априорной или предтестовой вероятностью, то есть вероятность выявления болезни до того, как стали известны результаты теста. Рассмотрим первую ситуацию. Представляем себе популяцию, в которой ни у кого нет рассматриваемых заболеваний. В такой группе все положительные результаты, даже при очень специфичном тесте, будут ложноположительными. Следовательно, когда распространенность заболевания стремится к нулю, прогностическая ценность положительного результата теста также стремится к нулю. Если данная болезнь есть у каждого в исследованном популяции, все отрицательные результаты, даже высокочистительного теста, окажутся ложно-отрицательными. Когда распространенность стремится к 100%, прогностическая ценность отрицательного результата теста также стремится к нулю. Здесь вот показано опять, как они между собой связаны. Связаны еще с так называемой распространенностью заболевания. Вы видите, что кривые по мере уменьшения распространенной заболеваемости повышаются. Распространенность определяется отношением больных ко всей сумме. Ну и кроме того, она еще определяется, добавляется у нас, когда p умножается на количество n, да, и на количество диагностических соответственность чувствительной специфичности и дает положительный результат. Доля больных среди лиц с положительным результатом определяется вот по этой формуле, она не трудно ее получить аналитически. Сейчас у нас проходила эпидемия, можно было воспользоваться этой формулой, что вы наблюдали воочию. Влияние распространенности заболевания на прогностическую ценность положительного результата теста. Здесь также оно показано. Каким образом оценивается динамика показателя? Каким образом оценивается аналитическая и биологическая вариабельность? Ну вот, например, показатель натрия это 1,1, а биологическая, аналитическая вариабельность, а биологическая на самом деле больше. В большинстве случаев оно так и по большинстве показателей, так оно и есть. Сейчас мы чуть-чуть поднимем. Вот, наверное, теперь уже все. Сейчас, что-то мальчик. Я извиняюсь, но вы пока изучаете. Я просто, наверное, это вам, наверное, нижняя строка была плохо видна. А вот тут у нас тесты. Спиночка, извиняюсь. Ну, заодно вот, вот, примерно так красиво. Еще раз извиняюсь за некоторые отличения ваших мыслей. Итак, здесь вы увидели их отличия. Примеры оценки динамика показателя. Например, я знаю, что различие между двумя результатами аналитически значимо при уровне значимой, если ошибки первого рода меньше на 0,5, ну или 5%, равна стандартному отклонению, помноженному на 2,8. Если аналитическое стандартное отклонение для концентрации кальция в плазиуме равняется 0,4 моль, то увеличение концентрации кальция до 2,5,4 находится в пределах ожидаемой аналитической вариабельности. Однако, чтобы решить, является ли аналитическое изменение клинически значимым, необходимо учесть, естественно, биологическую вариабельность. Влияние аналитической биологической вариабельности трудно оценить, если рассчитать, можно оценить общее стандартное отклонение по стандартному форму. Это корень квадратный, сумма квадрата. И, соответственно, СДА и СДБ – стандартное отклонение для соответствия аналитической и биологической вариабельности. Ну, стандартная теорема Пифагора, в общем-то, в эклидовой метрике, поскольку эти показатели между собой не коррелируют. Например, пусть мужчина 41 год впервые диагностировал сахарный диабет и гипертензию. Сделал анализ на содержание креатина в шевротке крови. Результат 105 микромоль на литр. Спустя 6 месяцев его состояние хорошо контролировалось. Был выполнен повторный анализ. Содержание креатина в шевротке оказалось 118. Пациент был встревожен тажащим возрастанием содержания креатина, но врач не был уверен в значимости, поскольку это все лежит в пределах вариабельности. Интерпретация. Аналитическая вариабельность для концентрации креатина равняется 5, а биологическая 4,1. Критическое различие определяется как сумма. Квадрата мы говорили умножить на 2,8 и равняется 18 микромоль. Микромоль, да? То есть, таким образом, кажущее возрастание содержания креатина не является значимым при П, равном 0,05. Есть еще другой механизм, когда формальные документы, предписывающие врачам действия, так и не иначе разработаны и спущены Минздравом на места. Поэтому нередко основанием для установления, к примеру, диагноза становятся мнения врача, а не доказательства, объективно подтверждающие диагноз. Доказательная медицина не ограничивает инициативу врача. Она может пользоваться интуицией или опытом, но действовать должен необходимо обоснованно. В этой связи не стоит бояться, что с внедрением доказательной медицины уйдут прошлые вековые традиции российской лечебной школы. Выигрывать доказательную медицину должны не только пациенты, но и врачи. Ну, у доказательной медицины есть свои слабости. Первая, основная, она основывается на нормальном законе распределения, и если такового нет, то дальше рассуждать достаточно трудно. А его, как правило, такового нет. Ну, есть еще так называемая медицинская литература. Если мы возьмем Бейл классики, математика, биология и медицины, то там такое высказывание. В настоящее время большинству авторов научных статей известны простейшие статистические рассуждения. Особенно лабораторим, что редакторы журналов часто просят авторов ставить статистику. Конечно, попытаться включать статистический материал в уже завершенную экспериментальную программу не имеет смысла. Чтобы достигнуть наилучших результатов, нужно планировать экспериментальную роботину таким образом, чтобы не с самого начала была предусмотрена соответствующая статистическая обработка данных. Ну, иначе это будет просто статистика или модель ни о чем. Американское агентство по политике здравоохранения и научным исследованием уделяет следующие уровни доказательств. Первый, мета-анализ. Дальше, как минимум один анализ. Хорошо организовано контролируемое исследование без рандомизации. Как минимум одно хорошо организованное квазиэкспериментальное исследование. И, наконец, неэкспериментальное исследование. И самый последний уровень – это отчет экспертов, комитет или мнение, клинический опыт у уважаемых авторитетов. Он, в общем-то, единичен. И вот на первом этапе у нас хорошо закон нормального распределения работы, то дальше все это плохо. Ну вот, собственно, то, что хотелось сегодня сказать по этой лекции. Обобщите этот материал, чтобы вы немножко поняли, что такое доказательная медицина. Ну, в сути, мы будем сталкиваться еще при изучении курса телемедицины и других курсов. Но сегодня спасибо за внимание. Если есть вопросы, свои замечания и пожелания, отправляйте по адресу. Артем1962.собакамей.ру